Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 80. Как лучше озаглавить текст воробей, франт, какой нарядный. Найдите в тексте элементы описания. Определите в первом абзаце средства связи предложений. Спишите первый абзац, расставляя пропущенные запятые. А из второго и третьих абзацев выпишите слова со встроенными орфограммами. И объясните их выбор. На кустах акации сидело много воробьев. Открался я к ним поближе, нацелился своим аппаратом, гляжу в глазок. Вот передо мной на ветке воробушек. Да какой, оказывается, нарядный. Я раньше этого и не замечал. Верх головки серенький, будто серенькая шапочка надета. Грудка и брюшко тоже серые, а спинки и крылья потемнее. Они коричневатые, пестренькие. Вверху на крыльях белая полоска. Повернул воробушек ко мне голов. Словно и прям фотографироваться хочет. Гляжу, щечки у него почти беленькие, а под шейкой большое черное пятно, совсем как бант или широкий галстук. Ишь, какой франк! Рядом с ним воробьиха сидит. Она не такая нарядная, вся серенькая. Скребицкий. Назовем данный текст франк. Спишем первый абзац. На кустах акации сидело много воробьев. Посмотрим на орфограммы, встретившиеся в этом предложении. Акация на «и», поэтому окончание «и». Сидело, ситка. Вставляем букву «и». Воробьев, ну или сидя, можно сказать. Воробьев, разделительный мягкий знак. Подкрался я к ним поближе. Вставляем запятую. Нацелился своим аппаратом. Однородные члены. Гляжу в глазок. Глазок. Проверочное слово. Глаз. Это у нас проверяемая... Проверяемая гласная. Вот передо мной на ветке воробушек. Да какой оказывается нарядный. Восклицательное предложение. Я раньше этого и не замечал. Верх головки. Головка. Верх чего? Головки. Первое склонение. Родительный падеж. Окончание «и». Серенький. Будто серенькая шапочка. Чика-чен. Без мягкого знака. Надета. Грудка и брюшко тоже серые. Союз «а». Поэтому не забываем о запятой. Крылья потемнее. Они коричневатые. Пёстренькие. Вверху на крыльях белая полоска. Полоска. Это у нас парная звонка. Глухая. Парные звонки. Глухие согласные в корне. Полосочка. Второй абзац. Повернул воробушек ко мне головку. Повернул. Это повёрнут. Проверяемые безударные гласные в корне. Головку. Голова. Звонкие парные глухие согласные в корне. Хочет. Это безударное окончание глагола. Хотеть. Первое спряжение с буквой «е». Щёчки. И чёрная. Это буквы «о» её после шипящих. Слышим «о». Пишем ё. С ним. И у него. Это предлоги. Со словами предлоги мы пишем раздельно. И сидит. Это сидя. В предложениях первого абзаца мы видим цепную связь. Средство связи второго предложения с первым. Третьего со вторым. Четвёртого с третьим. Пятого с четвёртым. Местоимение. Много воробьёв, а затем к ним. Я и передо мной. Воробушек. Какой нарядный. Этого. Шестое предложение связано с пятым и четвёртым. Подробным описанием, свёрнутым в предыдущих предложениях. Нарядный этого. Верх головки серенький. Седьмое предложение с шестым связано повтором. Серенький, серенькая, серые. Восьмое с седьмым связано контекстным антонимом. Потемнее. Коричневатые. Пёстренькие. Белые. Выполним разборы. Гляжу. Гляжу. Фонетический разбор. Транскрипция. Гляжу. Слово состоит из двух слогов. Буква «Г» – звук «Г», согласный. Звонкий парный, твёрдый парный. Буква «Л» – звук «Л», согласный. Это сонорный, поэтому звонкий и не парный. Мягкий парный. Буква «Я» – звук «И», гласный и безударный. Буква «Ж», звук «Ж», согласный. Звонкий парный, твёрдый, всегда твёрдый, непарный. Буква У, звук У, гласный, ударный. Слово состоит из пяти букв и пяти звуков. Выполним синтаксический разбор предложения. Подкрался я к ним поближе, нацелился своим аппаратом, гляжу в глазок. Я подкрался, я нацелился, я гляжу. Предложение повествовательное, не восклицательное. Оно простое, но осложнено однородными сказуемыми. Подкрался к кому? К ним. Это будет дополнение. Подкрался как? Поближе. Это обстоятельство. Аппаратом каким? Своим. Это будет определение. Гляжу во что? Глазок. Это будет дополнение своим определением. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на наш канал. Если есть предложения или пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok